Привет! Сейчас я постараюсь коротко и ясно рассказать вам про этого в кавычках малыша, ведь тут целых 6 дюймов и отличный процессор для этой цены. Именно потому я взял его на обзор. Итак, Honor 7C. Поехали! Его коробка сразу намекает нам на то, что это молодежный и недорогой смартфон. Веселый цвет снаружи и простенькое оформление внутри. Все аскетично. Сам смартфон с виду очень даже ничего. Металлическая спинка, на верхние вставки и боковые рамки пластик. Но корпус не скрипит. И спереди он тоже в современных трендах и имеет относительно небольшие рамки. Подмечу также, что сим-лоток рассчитан на две сим-карты и карту памяти. Это то, чему нужно учиться многим другим производителям. А расположение 3.5 миниджека снизу тоже считаю более практичным. Дисплей у нас 6 дюймов. IPS с HD Plus разрешением. Для данной ценовой категории хорош, но есть, конечно, и получше. Но уже нужно чуть доплачивать. При острых углах можно увидеть небольшую инверсию картинки, хоть это и допустимо. Хотя вряд ли вы специально будете на него так смотреть. Хотя если лежит на столе, можно заметить иногда. Разрешение HD Plus на 6 дюймах. Читать, серфить будет комфортно. Видео на YouTube тоже нормально. И сильно не придираясь, вполне ничего и по цветам, и по контрасту. Тем более, что на этой оболочке можно много чего корректировать. Например, баланс белого на любой вкус и цвет, что для многих важно. Диапазон яркости нормальный. Низкий хороший, верхний можно и ярче. Но ходил с ним по улице, все читаемо. В играх очень мелкие детали могут быть не такими четкими в сравнении с Full HD. Не тот PPI. Я замечаю разницу, но зато есть преимущества в данном случае. А именно тандем экрана и процессора. Благодаря разрешению экрана и Snapdragon 450 с ускорителем Adreno 506. Он кстати такой, как в очень популярном 625 драконе. Можно играть спокойно на высоких и средних настройках в такие игры, как PUBG, Tanki и другие. Я играл в танки на высоких и в PUBG на средних. Все идет нормально. Еще одной особенностью является то, что во время игры смартфон мало греется. А значит и не троттлит почти. FPS держится стабильно, что лично меня очень порадовало. Например, тот же Snap 660 греется под нагрузкой ощутимо сильнее. Так что если ищете что-то бюджетное для игр с памятью 3.32 гигабайт, да еще с возможностью доставить две сим-карты и карту памяти, этот вариант должен вас заинтересовать. Так, хорошо, а что там по автономности? Ведь тут не очень большая батарея, 3000 мА. Друзья, не верьте тем, кто говорит о двух днях использования. Тут бы на день хватило. Ведь те, кто берет такие гаджеты с большим экраном, наверное и берут для того, чтобы смотреть фильмы, ролики и играть. Поэтому на ночь вам в любом случае придется его ставить, как и большинство смартфонов. Если игры, то конечно нужно будет подзаряжать и днем. Например, поиграл в танки 30 минут, ушло 10% заряда. Что в принципе нормально, опять-таки благодаря процессору и разрешению. А 30 минут ютуба через Wi-Fi посадят ваш смарт на 8%. Заряжается смартфон не очень быстро, примерно 20% за полчаса. Так как комплектная зарядка выдает всего 5 вольт 1 ампер. Чего маловато на сегодня. И мы уже понемногу отвыкаем от таких. 2 амперная зарядка чуть быстрее зарядит. Так что если есть, вперед и с песней. А теперь заглянем в оболочку MUI. Многие пользователи привыкнут к ней, именно потому и покупают такие гаджеты. Потому что она достаточно функциональна. Кто в теме, тот знает. Android 8, MUI 8. В магазине, где я покупал, прошивка была уже с Google сервисами. Продавец прошил. Советую брать именно такую, чтобы не морочиться с установкой. Оставлю ссылку на этот магазин в описании. В оболочке куча приблуд. И стиль рабочего стола можно менять. И защита зрения, что уже хороший тон у производителей. И прямо ультра сбережение батареи. И умное уменьшение разрешения экрана. А оно тут типа огромное. Во приколисты. Еще заценил фишку разблокировки по лицу. На удивление, она тут очень даже хорошо работает. А еще он не разблокируется, когда закрыты глаза. Только открываю, срабатывает. Значит, когда вы спите, ваша подружка не залезет в ваш телефон. Почитать сообщение от вашего коллеги. Ну вы поняли. Ну и сканер тут работает на славу. И они работают вместе. В общем, понравилось. А еще споймал себя на том, что когда беру телефон со стола, то мне удобнее нажать кнопку питания, поднимая телефон. И пока подношу, экран уже разблокирован. Двойное нажатие тоже поддерживает. Это даже удобнее и быстрее, чем сканером сзади. Ну и еще разные фишечки, которые пользователи заценят. И даже радио есть, кому это важно. Камера тут двойная, с основным модулем на 13 и дополнителем на 2 мегапикселя. Эффект боке присутствует. И это хорошо для бюджетника. Свои деньги отрабатывает. Да и в принципе камера фоткает неплохо, как и видео снимает. Full HD 30 кадров. И даже звук пишет более-менее. Пример записи видео на Honor 7C. Вот такое качество у нас. Днем при хорошем освещении светит солнце. И вы знаете, жарковато я скажу вам. Проверим макро и фокусировку. Внимание, вопрос. Что здесь делает этот вот парень? Вроде на пчелу не похож. Ну я смотрю, фокусировка нормальная. Макро тоже нормальная. Так что выводы делайте сами. Кстати о звуке. В распаковке двуебюджетника от Honor я подметил, что у более дешевой модели звук прямо-таки супер. Даже записал их звук на качественный микрофон. Кому интересно, зайдите и послушайте. Но делайте это через наушники или колонки, чтобы слышать разницу. В Honor 7C выражены высокие и средина. Низу практически нет. Эстетического удовольствия от музыки через динамики вы не получите. Но для кино и ютуба покатит. В наушниках звук нормальный. И по громкости, и по частотам тоже. Есть также некоторые простенькие настройки. Применяя которые, вы сможете подрегулировать звук под себя. Также воспользоваться эквалайзером. Так что тут порядок. Связь тоже в порядке. Собеседники не переспрашивают. Я тоже. Bluetooth 4.2. Wi-Fi 2.4 ГГц. Кому важен NFC, то в китайской версии его нет. А глобально имеет меньший экран в 5,7 дюймов. И уже чуть другой процессор. Snap 430. По сути это уже другой телефон. Но ссылку тоже оставлю в описании. Спутники ловят отлично, как навигатор в машину сойдет. Кстати, из датчиков компас есть. Так что пешеход тоже не заблудится. Направление покажет точно. А теперь подведем небольшой итог. Стоит он сейчас 145 долларов примерно. Но может когда вы смотрите данный видос, то еще меньше. Но я думаю, что это хорошая цена за 6 дюймовый смартфон с хорошей производительностью в играх. С хорошей оболочкой. Тут есть полный набор для комфортного использования. Если придираться, то единственную батарейку хотелось бы больше, хотя бы на 400-500 мА. И зарядку, чтобы быстрее заряжало смартфон. А еще звук из внешнего динамика чуть побасовитее. Во всем остальном он хорош за свою цену. И даже камера имеет режим боке. Что здорово добавляет художественности в вашем фото. И это некоторые преимущества перед конкурентами в данной ценовой категории. А как вам данный смартфон? Напишите об этом в комментариях. А с вами был Смарт Плюс. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если не жалко. И всем пока, друзья.